Доброе утро, дорогие друзья! На часах 4.53 и мы выезжаем в Лос-Анджелес. Всей нашей большой бандой, Никита, Рувим, подруги, Илюха, собрались и все дружно выехали. В 5 мы все выезжаем, для того, чтобы не собираться где-то в левом месте, не тратить время. Я говорю, все выезжаем со своих мест, плюс-минус одинаково ехать всем. И через час встречаемся на заправке, как раз когда уже будет рассвет. Поэтому мы с Алиной выехали, говорит, на твоем ветре мы не доедем. Я говорю, ну у тебя почти такое же ведро. Приуса у нас не оказалось, поэтому, ну, пришлось ехать на Мерседесе. Мы с радостью на Приусе. Ну и до встречи на заправке. Все настолько в этот раз пунктуально хорошо собрались, что на часах 4.58. Мы должны были выезжать в 5, на 2 минуты раньше. Никита уже едет. Если ребята хотят поесть, тут есть 7-11. Мы поворачиваем налево, там 2 заправки, арка и шеврон. Кто на какой хочет, на такой и заправляется. Я не знаю, какие у них предпочтения. Плюс там тоже есть еда. Идеальный спот для встречи. Но я пока не голодный. В 5 утра кто ест? Правильно, Никитос. Никита с ним, Илюха, Рувим, Настя. И потом Никита еще одну Настю подбирает в Лос-Анджелесе, потому что она живет там рядом. Здравствуйте, здравствуйте. Что, ты тоже в Лос-Анджелесе? Да? Прикинь. Да ладно, вы тоже, я не знал. А ты откуда тут? Привет. Здравствуй. Что, трусы чистые взял? Взял. Родился. Планы обсудили, через час остановимся, поедим. Как раз рассвет, ну вот в скором времени. 6.52 будем в Иннауте, да, Илюха? А Никитосу, короче, у него загруженная тачка, она на проставках, и у него с одной стороны прямо колесо резину снимает, там прям такой из резины шарик скатался. Вот, поэтому ему нужно будет еще на СТО заехать, короче, проставки снять. Уже по сути рассвет, 6.49, ребята там сзади заехали еще в туалет, раз, вот. Уже подъезжаем к Иннауту, тут позавтракаем, и нам останется вообще, ну, типа, 3.5 часа ехать, и мы уже, считайте, 2 проехали. Красота? Красота. Вообще, ни капли не устали, едем абсолютно по плану. Никита решил срочно снять проставки, потому что резину жрет сильно. Иннаут открывается в 10.30, представляете, как неожиданно. Вот, и поэтому нам нужно будет еще где-то найти, где поесть. Инна Бенс начинаются дикие вообще, я вам говорю. 4 доллара 20 центов за галлон, когда везде 3.20, то есть, прикиньте, разница там на Бенс, сколько, под 100 рублей может доходить. Но мы еще у нас заправились, полный бак, поэтому полностью готовы ехать. Аккуратненько, аккуратненько. У Никитоса вообще резина просто, точнее, арка, арка просто лежит на резине. Она, короче, видите, жесткая, аж парки пошла. А раньше ж не было, да? Что так? Проставок не было, этого не было. А когда ты поставил проставки? Когда он поставил проставки? Тут только мы с Ниги это поехали. А, ну уже неделю, месяц назад. Месяц, да. Ну да. Сейчас. Один раз, не нажимай больше. Да нахрена ты два, ты таймвард включил. А, не, все окей. Так, ребята, смотрите, меня тут, видите? Слышишь, Никитос, вот ты перед поездкой на это забил болт, а теперь болт забил на тебя. Я поехал, меняют тормоза, и я забыл ему, чтобы он мне снял эти проставки. Проставка выпала сразу. А где это? Вон она, да. Ну, у тебя еще такая мощная проставка, я тебе говорю, это не то, что ставят по полмиллиметра. У тебя сколько, сантиметра два, да? Это не проставка, это проставище. Проставка, конечно, Никитос мощная, ты решил сразу по Максу пойти. Сколько влезет, столько ставлю, да? Разница, я вам говорю, гигантская. Ну, такое чувство, что арки, знаешь, разгрузило, потому что оно у него вот просто вот столько было. Да, ну, вы видите, то есть прям резина жрала конкретно. Вот это вот обидно, я тебе скажу, вот это обидно, оно прям как проплавилось. Никитос, я не понял, я думал, только БМВшники масло доливают. Там Илюха до отеля ехать 4 часа 8 минут. Надо сейчас это с Никитой обсудить, он просто за Настей еще другой поедет. И я думаю, мы сначала там типа на Аллею Славы, все дела, надо решить, как мы это делаем. 25, и нам осталось ехать, то есть около часа ровно. Мы сейчас проезжаем, считайте, вот эти вот каньоны, и все, и там уже прямиком центр Лос-Анджелеса у нас будет перед глазами. Вообще как-то быстро, тудым-сюдым, и уже здесь. Вот, мы так остановились чисто выгуляться. Начинается знаменитая Лос-Анджелесская аэрия, скоро на вот этих холмах будет не просто очистительное сооружение, а начнутся дома, которые стоят миллионы и миллионы долларов уже буквально через 15 минут. Вот, Никита едет забирать другую Настю, а мы встретимся там с ними уже на пляже. Я вот сейчас выберу, какой пляж, потому что мы сразу с пляжа к нам туда на заселение, и уже вечером выберемся куда-то ближе к центру. У нас отель недалеко отсюда, это типа в 30 минутах от Лос-Анджелеса, но в Лос-Анджелесских мерках это вообще типа понты, потому что от той же Аллеи Звезд, например, до Санта-Моники ехать держит 30-40 минут, поэтому в здешних масштабах это так чисто. Сел 5 минут прогулялся, поэтому никакой проблемы нет. Мы тут, ребят, пока подождем, они все подкатят, плюс я спросил, могут ли нам одобрить пораньше заезд. Они говорят, у меня выселяются типа сегодня рентеры на Airbnb, и он говорит, я вам сразу как только уберу, напишу, то есть возможно раньше сможем заселиться. На часах ровно 12, посмотрите, какая красота, город, начинается город. Справа уже начинаются типа как Марина, где кораблики, вот это вот все, нам ехать 4 минуты. Мы остановились уже здесь, но я Никите скину адрес, чтобы не было путаницы, мы приедем ровно на то место, которое я им скинул. Пальмочки, вот это вот все, не хватало, давно я не был в такой среде. А, ну хотя мы же были в Сан-Дьего. Давно, все равно давно не был в такой среде. Припарковались в такой вот красотище. Смотрите, настоящий Лос-Анджелес, ребята там переодеваются, я вам говорю, это другая просто планета. Там океан, красота, тут намного жарче, чем везде. Просто мечта. У нас Лонг Бич, и он и вправду лонг, как бы это ни звучало. Конечно, не наш образ жизни, да, это, конечно, посолиднее, совсем другой левел, я бы сказал. Чисто так под музончик, с утра на велике покатался, пошел, видос снял, остальную часть дня чилиш, миллионы долларов на счету, да, ламба в гараже. Вот так и живем, да? Именно так и живем. Я именно здесь ни разу не был, я почти на всех. Венис, Тамоника, везде были, а на этом еще нет. На самом деле я удивлен, ну, прям быстро доехали, я вообще прям даже задницу не засидел. Шесть часов тудым-сюдым пролетели, как один миг, со всеми остановками, мы быстро домчались. Здесь Лос-Анджелесские тусовки, лоурайдеры, черные, мексы, трава. Наш движ. Е! Мы прошлись чуток. Лос-Анджелес не перепутаешь ни с чем. Вроде красота, но много бомжей. Вроде пахнет морем и пахнет травой. И это все в одном месте, и это все запах Лос-Анджелеса. Весело получилось, что они поехали за Настей, за которой вроде бы ехать всего, типа, на 20 минут больше. Мы тут гуляем уже сколько? Час. Больше часа, да, а они еще едут. Короче, что-то они как-то не продумали. Мы еще потом останавливались, а они ехали дальше, и не получилось. Видимо, нам не суждено с ними встретиться. Мы сейчас уже точно договорились встретиться в Таргете, в магазине. Вкупить все, что нам может понадобиться на завтрак и на все прочее. Вот, и встречаемся, по сути, там. Какие люди? Пошло. Полиция. Документы, документы. Я тебе говорю, у меня так лопатку защемило, я ходить не могу, я в тебе как терминатор. Видишь? Мы сейчас первое очередное приехали в Таргет закупать. Я вам говорю, прям пальмы возле Таргета, ты стоишь и радуешься. Солнышко, правда? Вон Илюха расцвел. У вас салатиков, йогуртов накупили на утро, да? Что ты себе взял? Курица. Ты мне говорил, будешь на пшеничных ростках питаться. Йогурты, пшеничные ростки, йогурты, пшеничные ростки. Помнишь? Гаврил, такое сто пудов было. Смотрите, какая красивая оранжевая Тесла. Не знаю, мне цвет нравится, прикольный. Закатал парень, это Model Y, кстати. О, перформанс, вообще красота. Но оно прикольно линии подчеркивает. Короче, мы все еще в ожидании, чтобы разложиться. И уже можно было куда-то выдвигаться. Потому что, типа, мы сейчас никуда не можем, там, в центр, в Санта-Монику поехать. Потому что ехать, там, 40 минут, знаете. А мы хотим просто вещи разложить в нашей эре и выдвинуться. Вот, хозяин, несмотря на то, что написал, что как только съедут жильцы, он быстро уберет. А обычно они съезжают в 11. Он быстро уберется и нам наберет. Ничего не набрал, ничего не написал, что странно. Вот, то есть, заселение у нас будет стандартно в 4. Поэтому нам ехать сейчас, ну, вот, 17 минут. В 3.15 мы будем, типа, там. Помню эту улицу еще вечером, как я добирался к себе в отель Светкона. Да, я помню, там я возле стадиона ходил. Я не знаю, сколько я в тот день, конечно, прошел. И я помню, как я на метро, на автобусе, где-то такси, где-то самокатом еле-еле как-то добрался до отеля. Если вы помните, я тогда отправил в боксе большом картонном почтой себе скейт. И уже остальные дни передвигался на скейте. А на обратный путь отправился себе обратно к себе. Потому что в самолет меня с ними не пустили. В этом Таргете я покупал, помню, замок. Потому что витком был где-то левее. Там, чтобы скейт прикреплять этим замком. Вот, к лавочке, пока я там гуляю в Чилю. Помню все эти времена, там Старбакс еще где-то слева будет скоро. Вот эта вот улица, Волгринс, там Старбакс. И вот слева как раз был конвеншн-центр, где проходил виткон. В этом году из-за короны, я, кстати, думал, покупать билеты или нет. Еще сразу в прошлом году, потому что если вы покупаете за год гораздо дешевле. Вот, я все-таки не решился. Я думал, ближе к дате, посмотрю, получится ли. И они такие, оп, но если вы купили билеты, все пройдет онлайн. А какой прикол проводить все онлайн, знаете? Типа, ну, вы приходите увидеть лично, позадавать вопросы, поспрашивать с блогерами. А вам говорят, оп, онлайн. А вот и сам Диснейленд. Я, конечно, когда его в первый раз увидел, представлял его масштабней. Но тоже неплохой вариант. Сувениры. Алина смотрит на ключи. Я хочу Никитосу подарить. Как, думаешь, заценит? Заценит еще как? Заценит. Я реально беру Никитосу? А вон как раз и Никитос. Короче, у магазина сувениров прям беда. Потому что они уже делают и 50, и 60 процентов скидка. Вот я подарок Никитосу за доллар купил. Потому что, ну, прикиньте, корона пришла, Диснейленд закрыт, Виткон закрыт, тут целый год никого. От Лос-Анджелеса 40 минут. И все. Никитос, я тебе купил подарок. Подожди. Закрой глаза. Смотри, будешь наливать туда и ходить по району. Принцесска моя. Пай тебя любит. Какой глаза? По-братски. Давай, закрыл. Закрой. Открывай. Окей? Это что? Ладно, солидно, солидно со мной. Что сделает банк всему магазину? Это кому следующий? Всем. Серьезно? Спасибо, Никита. Спасибо тебе, конечно. Нам нужна фотка вместе в них. Все, на столь позитивной ноте едем заселяться в отель. Илюха там говорит, ё-моё, потому что у нас самые лухари из всех. И то я, насколько понимаю, то ли этот, то ли тот. А, вот, наверное, и там ключ. Точняк. Она, скорее всего, его оставила в почтовом этом. Ну, красота. Нам сейчас надо сдать назад, припарковать, чтобы Никитус тоже запарковался. Свежий ремонт тупо везде, плюс у нас своя огражденная территория. Илюха, это люкс? Люкс. Люкс, я говорю люкс. Смотри, ну лухари. Слышишь, тут гаторы не стоят. Могу поставить. Слышишь? У нас самый лучший дом в районе, ты видел? Да, соглашусь. Сейчас инструкция. Хороший, но нету гаторов. Оп. Закрывай дверь. О-о-о-о. Вот только помыли. Смотрите, аэрохоккей все. А, это, это гараж, это отдельная. О, Никитус. Ты посмотри, какая хата. О-о-о. Разбувайтесь сразу. О, смотри, Никитус. О-о-о. О-о-о. Ну, комната. О, Илюхина кровать, смотри. Иди сюда, Илюхина кровать. Сидай сюда, я хочу. Капитанская, чтобы ноги раскладывать. Ну, ты посмотри, у тебя видно бакиард. Там, кстати, можно посидеть и костер сделать. Тут как? Да мне она подошла. Офигенная. Во-первых, она новая. То есть, я посмотрел, они ее начали сдавать только в марте. То есть, она сдается, ну сколько, полгода получается. Блин, багажник закрыт. Вот. Плюс мне нравится, что зона, где аэрохоккей и все. Я думал, будет слышно, типа, если кто-то вечером играет. Если кто-то решит сегодня пойти поспать пораньше. А по факту, это все они сделали в гараже. На него поставили отдельную дверь, то есть, никто не будет слышать. То есть, вообще, все зашибись сделано. Какие люди и без почестей. Смотри, уже снимают сразу. Кстати, да. Что ты, Никита, расскажи, кто к нам приехал? Рома, сам Рома. Я в Сан-Диегорке. И что, тебе нравится это? Вот. Рому мы провожали. Помните, с Катей они уходили в армию? Вот. И Рома служит вместе с Катей на военно-морских силах. И вот он к нам подкатил. Ему всего час было ехать. И вот он нам отчасти город покажет. Сейчас проезжаем Голливуд. Если поехать направо и вверх, это будет Беверли-Хиллз. Вот. Мы тут примерно с Голливуда в северный Голливуд заезжаем. Это такой полу-русских район считается. И полу-криминальный считается. Но мы едем в Санта-Монику. Сюда мы приедем завтра. Аллея Славы, все дела. Этот перекресток я вообще четко помню. Потому что мы недалеко на позапрошлом, в новом году здесь жили. Красотища. От Санта-Моника Рома сказал, что припарковался где-то левее от пирса. И вот мы как раз сейчас туда левее от пирса и едем. Но здесь даже просто прикольно поуглять. Помимо самого каруселя, которая сейчас не работает за короны. Чуть левее. А вы заблудились, да? Вы куда-то не туда поехали? А, да. И мы не туда поехали. Видел, как выехали в одно время? А я не знаю, куда ехать. Ну ладно, подожди, я поеду. С парковкой традиционно траблы. Трудно найти, трудно добыть. Но мы нашли. Нам Рома скинул. А, на 3 часа. Но я думаю, чуть дальше надо, чтобы случайно не стукнули где-то. Я говорил, ночью сюда надо приезжать. Я здесь был и днем, и ночью, и пару раз, и ночью здесь намного красивее. На колесо? Да. В центр? А где Рома? Вот это чисто пешеходный центр. Поглядите, какая красота. И это мы еще не дошли до Санта-Моники самой. Я думал, это Вольво, а это Полистар. Это ж типа убийца Тесла. Они на одном заряде там что-то 500 километров проезжают. Офигеть. Пошли посмотрим. А ты знаешь Таймсквер в Нью-Йорке? Ну. Вот это Таймсквер только без экрана. О, смотри, автосалон Тесла. А что ты сказал? Закрыты они. Да, я такой, у вас есть Ростер, а он такой, нет, я такой, ну, жаль-ка, я хотел купить. Смотри, это Y, это X, это 3. Главный вход, но его перегородили полицейские. То и для машин, то и для людей. Мы попытаемся, конечно, поближе пройтись, но вряд ли. Идем сразу к колесу, покататься мы не сможем. Да ну нет! Там же песок, какой, эй! Никита красивый, нарядный, и маме фоточку сделать. Но, я же прав, да? Да, ну в GTA 5 этот пляж, я же тебе говорю, это то колесо Санта-Моника. Капец, я так и думал. Давай правее, а потом сюда пойдем, надо же, колесо сначала. Погнали давить людей, GTA-шники. Место, помните, в Форест Гампе, черный обещал открыть место, где он будет готовить креветки. Буба, сорян, афро-американец, Буба Гамп Шримп, вот это то самое место. Обычно у них очередь аж до улицы, но сейчас... А, кстати, на удивление работают, реально здесь можно купить, надо было не там еду брать, а здесь. Походу закрыт, понял? Тут только достопримечательности остались. Фотки, цитаты. Классно, если были открыты все аттракционы. Я вам говорю, мы сейчас и на колесе, и на всем покатались. Санта-Моника, я тебе говорю, одно из самых живописных мест, именно таких атмосферных, красивых. Видишь, люди гуляют, чилят. Ты да я, да мы с тобой. Все, мы, короче, уже идем на обратный путь. Все замерзли, вечером уже прохладно, но все равно гораздо теплее, чем у нас. И наша машина припаркована вот здесь, за углом. Забираем тачки, едем делать пиццу. Какие-то полицейские разборки, одна, вторая, третья. Черный какой-то орущий. Еще вон какие-то разборки с полицейскими. Они в здание входят. С пистолетом, да ладно. Там что-то мутное происходит, смотрите. Еще один полицейский. Ну тут, конечно, да, серьезно. Всего 2 доллара парковка, прикинь. Так мы 2 доллара уже заплатили, сейчас оно 21 просит. Он говорит, вы были здесь с 3 часов дня. А мы приехали час назад, сейчас 8, 9. Вернул другой тикет. Да, вот именно, оно вернуло другой тикет. У меня есть, где я заплатил. Он как парень выехал, понял? Видимо, оно всем следующий тикет дает как-то. Чисто разводят бедных туристов, да? О, написано free. Пока, лузеры. И что рубим? Погнали в аэрохоккей после капканя. Да, погнали. Дом милый дом. В смысле, а после... Ну, потому что время. Да тут и мы не будем шуметь. Пока там готовится пицца, мы решили поиграть в аэрохоккей, да? Да, включай свет. Нет, вообще очень классный номер. Ну, в целом, чтобы вы понимали, за ту же сумму мы сняли бы отель, в который вы вот зашли, типа, он бы был как вот этот гараж отдельно. Вы бы зашли и упали. Ну, обычный Хилтон, там где-то еще. Вы все знаете, как выглядит стандартное расположение отеля. А, тут еще можно 2 на 2. Ну, и ты, короче, понял, да? А на Airbnb вот такая красота. Классная тема, главное, стены не побить. Конечно, получилось пушечное, вообще. Дико вкусно выглядит. А главное, как пахнет, Рубин. Куда ты уже раздеваешься? Ну, я просил подождать. Это как мама учила, знаешь? Свой кулинар. О, ну вообще, ну смотри, даже не пригорело. А идея прогорела. Друзья, на этом наш влог подходит к концу. Подписывайтесь на Инстаграм, там по 100 сториз в день выходят. С вами был Данил Пай. Всем пока-пока.